Рост человека во многом определяют условия, в которых он развивается. Немаловажную роль также играют наследственность, образ жизни и экология. Средний рост мужчины составляет 176-180 см, у женщин он чуть-чуть меньше, 164-168. Считается, что рост юношей завершается в 21 год, девушки же растут до 18. К тому же, чем дальше человек живет от экватора, тем меньше он получает солнечных лучей, тем раньше он прекращает расти. Но между тем, у некоторых рост продолжается до 25 лет и дальше. Но даже если вы перешагнули в возрастной рубеж в 25 лет, это не повод отчаиваться. Люди старше этого возраста иногда могут увеличить свой рост от 2 до 5 см. Меня зовут Александр Захаров, мой рост составляет 195 см. И в этом видео я вам дам 5 практических советов для увеличения роста, которые я опробовал на себе, потому что очень сильно хотел вырасти. Поехали! Люди старше 25 лет иногда могут вырасти от 2 до 5 см, как я уже говорил ранее. Для этого не нужно принимать каких-то запрещенных препаратов или делать какие-то хирургические операции для удлинения ног. Главное правильно использовать внутренние резервы организма. Регулярно заниматься специальными упражнениями, которые будут вытягивать ваш позвоночник. Итак, если вы хотите подрасти, соблюдайте несколько простых правил. Первое правило – подтягивайся на турнике по вечерам. Висите на турнике в течение нескольких секунд ближе к вечеру. Не рекомендую прикреплять к ногам утяжелители, поскольку повышенная нагрузка может не только спровоцировать болезненные ощущения, но и привести к появлению проблем с поясничным отделом позвоночника и плечевым поясом. Важно практиковать это упражнение ежедневно. Номер два – плаванье брасом. Регулярные занятия плаванием помогают улучшить дыхание и растяжку тела. Особенно хорошо вытягивает позвоночник во время плавания брасом. Летом я почти каждый день посещал какой-то водоем и там плавал. Зимой посещал бассейн минимум несколько раз в месяц. Третья тема, как по мне, одна из самых важных в этом списке. Мы поговорим о питании. Разумеется, стоит следить за своим питанием. Стоит не только уделить внимание упражнениям, но и питаться сбалансированно. Из-за неправильного питания или недостатка каких-либо полезных веществ может пойти сбой. Для того, чтобы вырасти, питание должно быть правильным и сбалансированным. Должно присутствовать много калия, магния, фосфора, йода, фтора, цинка, железа, хрома, витамина А, В, Д, Е и К. Такой набор способствует росту и развитию мышечной ткани. Вот 10 продуктов, которые существенно влияют на процесс роста. Овсянка, бананы, бобовые, куриные яйца, говядина, морепродукты, в частности лосось, сельдь, крабы, устрицы и моллюски, грецкие орехи, творог, мед и яблоки. Теперь мы поговорим о том, что замедляет процесс роста и чего стоит избегать. Алкоголь и курение. Алкоголь это первое, что мешает вырасти, как и курение. На эту тему было столько исследований, что можно сделать только один правильный вывод. Полностью исключить. Даже по праздникам и даже по чуть-чуть. Нужно выбирать, что для вас важно. Сладкие газированные напитки, которые содержат в своем составе ортофосфорную кислоту, которая мощно закисляет просто ваш организм. На реакцию нейтрализации будет использоваться кальций из ваших костей со всеми последствиями. Что не совсем круто, правда? Наша любимая тема, третий пункт, чего нельзя кушать, если вы хотите вырасти, это фастфуд, чипсы и дошираки и прочие движухи, которые мы все так любим. В первую очередь они убивают печень, сбивают работу гормональной системы. Про то, что 99% этой продукции сделано из ГМО сырья, думаю, многим известно. Я люблю фастфуд, скрывать не буду и в тот момент, когда я хотел максимально вырасти, тоже его ел. Но старался, очень сильно старался себя лимитировать, потому что правильно расставил приоритеты. А сейчас я покажу лучшие упражнения для развития роста, выполняя регулярно которые, вы сможете увидеть прибавку в росте. Но очень важным условием является то, что вы должны их делать регулярно. И тогда первые результаты возможны спустя один месяц. Эти упражнения будут немного отличаться от тех, что я давал в первом выпуске. Потому что там были упражнения для более подготовленных людей. Сейчас же я дам попроще упражнения. Но вы можете комбинировать делать один день то, второй день эти упражнения. Делайте упражнения друг за другом. Отдых между подходами составляет 30 секунд. В первом упражнении из комплекса мы тянемся лежа с дальнейшим захватом ног руками. Аккуратно ложимся на коврик или мягкую поверхность. Вытягиваем ноги, при этом пятками тянемся вниз. А руки плавно поднимаем вверх. И ладонями также тянемся. Мышцы спины расслаблены. Шею и затылок тянем к рукам. Дальше мы на выдохе подтягиваем колени к груди. И синхронно с этим движением поднимаем голову. Тем самым чувствуем, как тянется поясница и ноги. Каждое движение повторяем на 10 раз по 15 секунд в одном подходе. Во втором упражнении мы тянемся вниз стоя. В суперсете с раскрытием с колен. Встаньте прямо. С выдохом наклонитесь вперед, складываясь в тазобедренных суставах. Расслабляя спину и шею. Ладони старайтесь опустить на пол. Ноги держите перпендикулярно полу. Можно их немного согнуть, чтобы сфокусироваться на спине. Вытягивайте позвоночник. Переднюю часть тела приблизьте к ногам. Голова близится к коленям. Шея расслаблена. Находитесь в этой асане 15 секунд, сохраняя спокойное и глубокое дыхание. Во второй части нашего суперсета вам нужно встать на колени, расположив их на ширине таза. Вытяните корпус вверх. Возьмитесь ладонями за ягодицы и растяните ребра. Отклонитесь назад, захватив ладонями пятки или положите ладони на стопы. С выдохом прогнитесь в груди и пояснице, отводя голову назад и вытягивая шею. Отстройте бедра перпендикулярными полу. Держите корпус за счет мышц ног. Дышите ровно. Держитесь на протяжении 15 секунд. Медленно вернитесь в исходное положение и повторите упражнение. Каждое движение повторяем на 10 раз по 15 секунд в одном подходе. В третьем упражнении, как бы смешно это ни звучало, мы будем делать позу кобры в суперсете с позой ребенка. Руки расположите ладонями к полу под плечами. Сделайте выдох и упритесь ладонями в пол. Отталкиваясь от пола, мягко поднимайте корпус вверх, вытягиваясь макушкой и шеей. Одновременно отводите плечи назад и вниз. Таз должен касаться пола. Задерживайтесь в этой позе около 20 секунд. Далее мы сгибаем руки в локтях. Плавно опускаемся на пятки и расслабляемся. Сделайте глубокий вдох. Медленно выдыхая, наклоняйтесь вперед, держа туловище и голову на одной линии. В конце лоб должен лежать на полу перед коленями. Если испытываете дискомфорт, подложите под лоб валик, подушку или одеяло. Каждое движение мы повторяем 10 раз по 15 секунд в одном подходе. В четвертом упражнении мы тянем спину и косые мышцы в выпаде, или это еще называется поза треугольника. Левую ногу поверните на 90 градусов вправо. Правую ногу заведите внутрь. Присядьте на левое колено. Правая нога полностью прямая. Затем сместите корпус в сторону. И после этого коснитесь одной рукой пола, а второй тянитесь вверх. Руки на одной линии, спина прямая, корпус параллельно полу. Каждое движение мы повторяем по 30 секунд. Можно и больше, если вам это движение понравилось, оно вам комфортное, мне оно лично очень сильно заходит. Все это делаем в одном подходе. Дальше мы делаем растяжку плеч лежа на коврике. Ложимся на бок, одну руку вытягиваем вперед. И плавно ложимся на нее, не допуская болевых ощущений. Плечо должно быть опущенным вниз по соотношению с телом. Вы максимально должны быть расслабленными. Делаем упражнение поочередно, меняя руки. По 30 секунд на каждую сторону. Все это делаем в одном подходе. Можно делать и дольше. Шестым упражнением мы растягиваем шею. Вперед, назад, вправо, влево. Задерживаемся в каждой позиции по 5 секунд. Тянем обязательно с ровной спиной, не допуская неприятных ощущений. Делаем повторение по кругу. Суммарно у нас должно получиться 20 раз всего лишь в одном подходе. В предпоследнем упражнении мы закидываем ноги за голову. Или если вы совсем деревянный человек, то можно начинать закидывать сначала на диван или стул. Ложимся на спину. С выдохом поднимаем ноги вверх к груди и заводим стопы за голову. Важно! Ноги плавно опускаем назад. Ни в коем случае не перебрасываем их. Проверяем положение тела. Вес должен располагаться на лопатках. Ни в коем случае не на шее. Стараемся округлить спину, направляя копчик к полу. Чувствуем, как вес тела смещается от шейного отдела, ближе к поясничному. Остаемся в этом положении какое-то время. Даем спине привыкнуть. Дышим ровно и спокойно. Расслабляем низ живота. Внимание! Спина по-прежнему круглая. И мы будто тянем ее назад. А таз тянем в сторону головы. Увеличивая натяжение позвоночника. Остаемся в этой позе 1 минуту. Со временем продолжительность пребывания в этой позе может увеличиваться до 3 минут. Последнее упражнение самое лучшее. Это моя самая любимая асана. И уверен, что не только моя. Называется она шавасана. Где мы просто лежим на коврике. Не меньше 1 минуты я рекомендую делать. Лично я делаю 10 минут и более. Я уверен, что она нравится не только мне. Почему же я решил сделать еще одно видео об увеличении роста для вас, ребята? Потому что некоторые упражнения, судя по комментариях с прошлого видео, были объективно сложные для начинающих. В этом видео я учел все нюансы и сделал идеальную альтернативу первой проге. Но также это значит, что вы сможете теперь комбинировать обе эти программы, делая допустим сегодня эту, а завтра вторую версию из первого видео. Если кто не смотрел первую часть, ссылку оставлю в описании. Или по этой всплывашке вверху экрана. Мои советы и эти упражнения дадут вашему росту еще больший стимул становиться выше, не оставив ни одного шанса генетики. И вам смогут покориться ваши заветные сантиметры. Огромнейшее спасибо за просмотр моего видео. Не забудьте поставить лайк, написать коммент с интересующим вас вопросом, написать тему, которую вы хотели, чтобы я осветлил в следующих видео. А с вами был Саня. Услышимся в следующих видосах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok